Вячеслав, здравствуйте! Здравствуйте! В этой неделе был объявлен старт постановления по дирегуляции в морских портах. В связи с этим все 13 пропускных пунктов в портах Украины были обеспечены обновленными технологическими схемами пропуска через государственную границу. Почему возникла в этом необходимость и что это вообще означает? До вступления в силу 491-й постановления Кабинета министров процедуры оформления грузов в портах не соответствовали международной практике развитых стран. Они приводили к задержке времени оформления, к удорожанию себестоимости товара на пути его поставки до конечного получателя и снижало грузовую пропускную способность порта. Поэтому и назрела эта необходимость в принятии беспрецедентных шагов и объединения в одном постановлении изменений сразу же в пять постановлений Кабинета министров. Кроме 491-й еще было принято 492-е постановление Кабинета министров, которые в целом уже изменили жизнь к лучшему. И когда вчера мы посещали порты Николаева и Южного, было приятно слышать от капитанов иностранных судов о том, что у них осталось впечатление, что они попали в Европу. На что министр правильно ответил, что вы и так в Европе. Ясно. А теперь, какие грузовые операции в порту будут проходить без задержек и насколько действительно будут упрощены процедуры оформления судов и грузов в портах? Самая главная новация данного постановления Кабинета министров – это отмена так называемой контрольной комиссии судов. Всех приходящих и отходящих судов. До этого агенту приходилось собирать комплект из ста экземпляров документов, развозить по контролирующим службам. Их шесть в порту. То есть было очень много бумажной волосы. Совершенно. Шесть. То есть можете представить, шесть служб. Таможенная, пограничная, санитарная, ветеринарная, фитосанитарная и экологическая служба. Он оставлял эти документы, уезжал, ждал ответа, ждал, пока контролирующие органы изучат эти документы. Потом приезжал, собирал результаты их контроля, изучения этих документов. Собирал эту комиссию, отвозил на судно, ждал, пока они проведут свои формальности. И после этого их отвозил обратно в офис. Все это занимало порядка трех-четырех часов. Все это время судно простаивало в порту. А час простое судно — это десятки тысяч долларов. Для судовладельца? Для судовладельца, конечно. Ну, в том числе и для портовых операторов от непроизводительных простоев их мощности. То есть, если мы возьмем контейнеровозы, то, считайте, два часа в ожидании. Если взять общее время обработки судна под грузовыми операциями, это в среднем 8 часов, то, считайте, на 25% можно увеличить пропускную способность терминала только за счет сокращения этого времени. Это, безусловно, самый главный шаг. Жалко только, что мы только сейчас к нему пришли. На самом деле, то, что мы сделали, уже работает в цивилизованных странах с 1965 года. Эти нормы были заложены в конвенции 1965 года об вращении судоходства. И нормы этой конвенции были положены в это постановление Кабмина, и конкретно на эту конвенцию идет ссылка. На сегодняшний день агенту судна достаточно один раз отвести все эти документы. И дальше уже тот контролирующий орган, который в результате проведения анализа рисков и документации, если он видит крайнюю необходимость пойти на судно, например, судно из неблагополучной, с эпизоотической точки зрения страны находится, или санитарной, или есть риск посещения каких-то стран, где развиты наркотрафики или еще что-то, то тогда уже контролирующая служба в исключительных случаях может подняться на борт судна. Но опять-таки она делает это индивидуально. То есть теперь власти не поднимаются на судно? Значит, осталась только одна служба, которая поднимается на борт судна в обязательных случаях всегда. Это пограничная служба. И то не для оформления судна, а для оформления членов экипажей. Да, сверить паспорта моряков с фактически находящимися лицами на борту судна. И все, это занимает 10-15 минут. Причем в постановлении Кабмина написано, что эти формальности производятся без задержки грузовых операций. То есть простой судно в ожидании проведения грузовых работ 0 часов 0 минут. Судно ошвартовалось и сразу же может начинать работать. А пограничник уже в процессе может самостоятельно подойти, даже не нагружая агента, самостоятельно подойти, провести свой контроль и уйти. Ну вот в портах вводится принцип молчаливого согласия при электронном документообороте. Это своего рода зеленый коридор? Да, это своего рода зеленый коридор. Но здесь есть одна трудность, которая, к сожалению, не позволяет сейчас в полном объеме запустить эту норму. Это несоответствие законодательству об электронном документообороте. Закон имеет статус высшей постановой Кабмина, поэтому нам надо будет менять закон. В Украине отсутствует понятие административной цифровой подписи. То есть законодательная база не подготовлена, не готова. Поэтому, если контролирующий орган в установленный срок не проставил в системе никакую отметку, то кто-то должен вместо него, эта система должна поставить. Тогда у системы должна быть административная цифровая подпись. А на сегодняшний день все электронные цифровые подписи в Украине, они персонифицированы, они принадлежат конкретным лицам. А насколько вообще такой динамичен такой переход, вообще насколько он актуален? Молчаливое согласие это хорошая норма, мы обязательно ее добьемся. И мы уже подготовили изменения в законодательство, отправили их в Министерство юстиции. Но я думаю, что необходимо два слова сказать в целом об электронном документе обороте в порту. Например, в Одесском порту он заработал в 2011 году. Сейчас он работает в Ильичевском и Южном морских портах. Нынешняя постанова Кабинета министров говорит о том, что, в принципе, дает посыл о том, что эта система должна работать во всех морских портах и охватывать все процессы оформления грузов. Но вот на примере Одесского и Ильичевского и Южного порта она значительно позволила упростить работу за счет того, что тому же агенту вообще не надо никуда ездить, никаких бумажек серить и разводить, и даже тех же 100 экземпляров. Ему достаточно это загрузить за 24 часа до ожидаемого прихода судна, загрузить эти документы в систему и в режиме реального времени получить ответ от контролирующего службы в результате рассмотрения этих документов. Соответственно, контролирующий орган может внести какие-то комментарии, если где-то, допустим, надо подкорректировать документы, дослать какой-то документ. Он это все в оперативном режиме делает и, соответственно, у него уходят вообще какие-либо контакты с этими контролирующими органами. Точно так же эта система работает и по контейнерным грузам, всем импортным, в принципе, 100% всех импортных грузопотоков контейнерных эта система охвачивает. И там тоже прослеживается ряд позитивных тенденций в том плане, что субъект может фактически и юридически подтвердить факт обращения в службу за получением контейнера, чего раньше не было. Контролирующий орган уже не может с потолка назначить процедуру оформления, досмотр весы, рентген груза. Он выбирает из установленного законодательства перечня причин. И была огромная проблема, связанная с хищением грузов с территории порта по поддельным мокрым печатям на товаросопроводительных документах. И эту проблему тоже удалось решить за счет внедрения электронного документа оборота, так как все разрешительные отметки заверяются электронными цифровыми подписями. Которые подделать невозможно. Их подделать, ну войти даже в базу пентагона взламывают. Но, скажем так, подделать крайне-крайне сложно. Тем более, что данная система сертифицирована по классу АС-3. Это наивысший уровень защиты, комплексной защиты системы информации, не содержащей гостайну. Буквально в нескольких ведомствах только реализована такая комплексная система защиты информации. Например, это Национальный банк, администрация президента. И выдан соответствующий сертификат Государственным центром технической защиты информации. Поэтому, ну, очень сложно это сделать. И теперь машина, ни одна машина с импортным контейнером не может выехать из порта, пока компьютер не считает электронные цифровые подписи таможенной службы, которые разрешают товару покинуть. Информацию о грузе, грубо говоря. Да, то есть даже сотрудник ВОХ-рапорта не может открыть самостоятельно шлагбаун и выпустить автомобиль без этой отметки. Ну и ряд других еще положительных преимуществ, которые дает электронный документ оборот для экспедиторов. Ну вот, и по вашему мнению, Вячеслав, какая перспектива Украины в будущем, что необходимо нам еще сделать для того, чтобы полностью упростить процедуры торговли и, соответственно, хоть немного вернуть груз из Констанции, Румынии и Турции к нам? Вот вы применили правильное понятие упростить процедуры торговли. Именно так это называется в Европе и в мире. Не упростить процедуры логистики, процедуры оформления, а именно процедуры торговли. Значит, есть соответствующая международная конвенция по упрощению процедур торговли, которые точно так же ратифицированы Украиной. В европейских странах практически во всех созданы специальные органы, центральные органы по упрощению процедур торговли. Это межведомственные органы, которые занимаются этими процедурами. Они готовят нормативно-правовые акты, подают их на правительство, принимают и так далее. Это компетентные органы, есть положение об этих органах. К сожалению, в Украине такого органа на сегодняшний день нет. Есть межведомственная рабочая группа, решения, которые... Она контролирует эти вопросы, да? Да, решения, которые носят в большей степени методический, рекомендательный характер. В этой рабочей группе есть также представители Европейской экономической комиссии ООН, которые следят. Но опять-таки они не носят нормативного характера, как это за границей. Причем я хочу заметить, что у нас только сейчас понимают истинную ценность упрощения процедур торговли. По сути, это вещи, которые не требуют ни копейки денег, ни бюджетных, ни инвестиционных. То есть ноль затраченных денег и максимальный эффект, который позволяет привлечь дополнительные грузопотоки. Вячеслав, спасибо за беседу. Будем все-таки надеяться, что палки в колеса никто ставить не будет, и все будет развиваться в положительном русле. А мы будем жить и наблюдать. Смотрите. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok